Конференция объединила практически всех участников строительного рынка. На одной площадке собрались представители крупнейших компаний, руководители края и города, общественники. На встрече обсудили не просто доступность квадратных метров. Одна из важных задач – создать комфортную среду проживания, отметил Вениамин Кондратьев. На протяжении последнего десятилетия в городах Кубани наблюдался стремительный рост объемов жилого строительства, обратной стороной которого стал дефицит социальной инфраструктуры. У вас, как руководитель строительного бизнеса, безусловно, ответственность перед своим бизнесом, перед теми работниками, которые у вас работают. А у нас ответственность у власти имеется в виду. И перед вами, и перед вашими работниками, и в целом перед жителями края. Социальное напряжение у горожан уже сегодня очень сильное. Потому что отсутствие и детских садов, и поликлиник, и школ, и скверов просто уже тушим, если честно говорить. Мы не строим, мы тушим ситуацию. А никто не мешал 12 лет назад строить системно, правильно, со школами, детских садами. Сегодня мы и рады построить кричащие микрорайоны, но места нет. Поэтому, конечно, где-то останавливаем, где-то запрещаем, где-то пытаемся высотки превратить в зеленые зоны. И нам ничего не остается, как это делать. Потому что сегодня это запрос, кричащий запрос жителей Краснодара. И, по крайней мере, пока я принимаю решение, мы принимаем решение. Решение будет именно только такое. Главная задача, я думаю, что бизнеса и власти, это все-таки, чтобы мы вместе обеспечивали нашим жителям рабочие места и их благосостояние. Если мы это будем делать, значит, у нас все будет получаться. Если мы будем, так сказать, как-то не совсем качественно, эта работа будет, естественно, не будет нужного количества рабочих мест, естественно, не будет этого благосостояния. Много внимания на конференции уделили проблемам краевой столицы. Помимо нехватки детских садов и школ, возникает немало сложностей с транспортной инфраструктурой. При этом речь идет не только об историческом центре города. В качестве примера глава региона приводит микрорайон гидростроителей. Куча жалоб идет о том, что транспортная логистика там непонятна. Ну, ведь выдавали-то все разрешения на строительство тех, кто в том числе здесь сидит. А сегодня пытаемся транспортную логистику нового гидростроя создать, а она как-то не вяжется на то, что уже построен. Юбилейный микрорайон. Настолько его застроили. Зачем сейчас остановили, безусловно, там, где должна быть явно набережная. И должна быть, и будет там набережная. Ну, какие там жилые комплексы, и еще, их уже там тулить некуда. А у нас уже земля роздана. Кому? Куда? Мы уже понастроили. Давайте дадим ума тому, что понастроили. В таком формате конференция по развитию строительной отрасли проходила впервые. Однако, как договорились участники обсуждения, такие встречи будут проводить регулярно, чтобы своевременно решать все назревшие вопросы. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».